Сегодня будем наблюдать за новым Блотикером через Аганим Скипитер. В комментариях его просил зритель с никнеймом Флинт. Его комментарии вы можете видеть на экране. И не забывайте писать свои. Пишите о своих любимых героях, мы будем их разбирать. Так, смотрим мы сегодня за победителем Интернешнала. Это проигрок Скитер. Думаю, вы его знаете. И здесь у нас, кажется, намечается Ферстблад. Только замахнулся Блотикер, чтобы сделать тычку, как за долю секунды до этого проливает ФБ вражеский Эмбер. И в итоге у Радиант просто фраг, а у Дайер именно ФБ. Ну, в любом случае, разменялись один к одному. Но для Дайер, конечно, чуть-чуть повыгоднее получилось. Стоять Блотикер будет вместе с Виномантером против Бэтрайдера. И кто у нас здесь еще стоит? Это Манки Кинг. Начальный закуп. Топорик, цирклетка, носки, два Эрмрынча и Ферри Фаер. Обычно у меня ролики в среднем набирают 50 лайков. И я решил сегодня вас попросить, чтобы вы поставили лайк. Давайте попробуем собрать 100 лайков. Я думаю, что задача не суперсложная и мы справимся. Теперь по изменениям Блотикера. Их на самом деле немало. Блотикер вообще в целом в этом патче получил чуть больше винрейта, чем у него было до этого. У него сейчас винрейт 52%. Это довольно неплохо. Кстати, возможно фраг. Да, под Сайленсом Манки Кинг ничего сделать не может. И Скитер его добивает. Так вот, Блотикер возвращается потихоньку в мету. Винрейт 52% это хорошо. Также у него существенно подросла его популярность. Стали брать чаще. И в общем герой в мету вернулся. Пикают его, конечно же, чаще на первую позицию. Но, тем не менее, его можно увидеть в 20% случаев и в меду. И также 20% он идет в харду. Остальные 60% он, естественно, на первой позиции. Теперь по самим изменениям. Изменили Блот Рейдж. Потеря максимального здоровья в секунду уменьшена с 2% до 1,8%. Чуть-чуть, соответственно, уменьшили. И чистый урон от Аганим Шарда. Теперь наносится отдельно. Также изменили Раптуру. Ультимативную способность перезарядка изменена. Раньше она была 70 секунд на каждом уровне. Сейчас же это 75. Потом 70 и 65. То есть на первом уровне стало побольше. Но зато на последнем уровне прокачки чуть-чуть поменьше. На 5 секунд. Дальше. Изменили способность, которая дается у нас как раз таки с Аганим Скиптером. Это Блад Мист. Теперь все лечение от своих способностей сверх максимального здоровья превращается в барьер. Ну то есть в щит. Имеющий до 50% от максимального здоровья героя. И каждую секунду слабеющий на 0,5% от максимального здоровья. Проливается у нас еще один фраг. Убивают Манки Кинга. И также убивают у нас здесь Бэтрайдера. Делает сразу двойное убийство. Уже у нас счет на третьей минуте 4-0. Пока что Скиптер идет прям замечательно. Последнее изменение. Оно также касается Блад Миста. Урон от этой способности больше не считается потерей здоровья. То есть не игнорирует барьеры и эффекты уменьшающие урон. На этом все. В целом Блад Сикер, как я уже и сказал, в патче стал посильнее и попопулярнее. Будем разбираться теперь как на нем играть. По раскачке четвертый уровень. Блад Рейдж в единичку. Блад Райт в единичку. И пассивку он вкачивает уже в 2. На четвертом уровне. Приезжают Фейзы. К этой минуте уже собран в Райсбенд. И дальше Насвелленшторм появляется в Кикбайе. От нейтрального крипа погибает Таск. Интересно, это был намеренный Денай. Или же он случайно как-то погиб. Предполагаю, что все-таки специально заденайлся, чтобы восстановить себе ресурсы. По крипам идет хорошо. 21 на 11 у него второе место на карте. А вот уже и первое. В общем он идет одновременно с мидером. Как раз таки в миду у нас стоит Праймал Бист против Эмбер Спирита. В харде Легионка вместе с Таском, который вот только что от крипа погибал. А играют они против Свена на первой позиции и Мираны. Видимо сверху Манки Кинга, который как раз таки стоял внизу. Но он решил прийти помочь. И оставляет тем самым здесь Блотикера одного на линии. Но ему это даже в плюс. Зато никто не мешает здесь просто стоять и комфортно бить крипов. Он уже получает пятый уровень. Берет пассивку в три. Виномантер убивает Манки Кинга. И счет 6-3 становится к пятой минуте. Скитер тем временем собирает шторм, про который я уже говорил. Покупает себе Джавелин сразу. Но и остается уже здесь совсем немного. Бэтрайдер фармит. Ну во-первых, пачку своровал. Плюс еще зафармил лесных крипов у Радиант. Но я думаю Блотикер не сильно против. Потому что он зато ни одного крипа здесь не теряет. А вот Курьера с Джавелином и еще с Вардом потерял. Это очень неприятно. На минуту, ну на полтора минуты тайминг у него сдвинется. Хотя конечно денег на шторм пока что ему не хватает. Потому что еще Медрилхаммер нужно докупить. А в запасе у него 400 золота. Но зато фарм. Фарм стал медленнее, чем он бы мог быть. Получает шестой уровень. Сразу вкачивает Раптуру. Следит за картой. В случае чего в целом может и телепорт дать. Но пока что так. Летит в портал. Идет в портал. Летит наверх. Готовится у него выход здесь. Он как раз ускорен. 600 у него скорость передвижения. А вот и Свен четвертого уровня. Хорошо. Дает Раптуру. Лего без дуэли. Свен быстро реагирует. И жмет тэп аут. И чуть раньше бы он нажал тэп аут. Он бы даже выжил. А так в итоге Блассикер добивает его со второй способности. Но прям очень-очень на грани. 1000 галды в запасе. Но Курьер все равно еще у него не возродился. Прибежал наверх. Сделал фраг. Возвращается на портале вниз. И продолжает он фармить. Вообще. Просто идеальное исполнение. К седьмой минуте. Которая у вас может сложиться. Во многом, конечно, за счет того, что его оставили здесь на линии. Потому что в целом Блассикеру не так сложно. Вернее, наоборот, не так легко помешать. Фармить. Герой очень. Самый достаточный. За счет Аджора. Да и в целом у него проблем с статами нету. И как раз таки за счет этого он чувствует себя на линии просто замечательно. Даже в харде. Ну и в миду. Но мид это скорее, если мы говорим про низкий рейтинг, там в целом происходят странные вещи. Особенно сейчас. Когда сам рейтинг обесценился. Если раньше, например, 6 тысяч было 6 тысячами, если можно так выразиться. То сейчас люди, которые раньше были, например, на 4 500, после калибровки могли перекинуться на 6 тысяч рейтинга. А тем самым он и обесценился. Я думаю, суть вы понимаете. А те, кто раньше сидели на тысячи рейтинга, получили после калибровки себе, например, 3 тысячи. Такое очень частое явление. Поэтому, я думаю, многие заметили, что на том рейтинге, на котором они привыкли играть, уровень игры стал пониже. По крайней мере, я на своем это явно почувствовал. Так, есть раптура в Свена, но вот здесь уже тпшкой не отделаться. Также еще и дуэль помогает выиграть легионки. Бесплатно, грубо говоря. И она получает дополнительный урон. Делают минус 2. Потеряли Виномайсера. И забирают вышку. Блассикер. Вновь помог. И возвращается опять же себе в Изи Лейн, где продолжает фармить крипов. Летит ему уже его Мэлэшторм. Фарм сейчас очень сильно ускорится. Благодаря данному артефакту. Так, и видим, что к нему направляется Эймбер с Мираной. Но включает их здесь Виномайсер, который принял удар на себя. Его забрали, но Блотика теперь понимает. Подождите, может не успеть. Дает под себя второй СПЛ. С лассо стягивает Бэтрайдер. Но лассо недолгое. Хотя у Латикера остается мало ХП. Прилетает Эймбер и его убивают. Это даблкил. Почему дабл? Потому что до этого и веника убрали. По пути. И даже это не спасло. Скиттера, хотя должен был на самом деле успеть реагировать. Как только увидел, что начинают бить Виномайсера. Просто улететь в портал. И все, он бы выжил. И не отдал бы свой стрик из 6 убийств к 10 минуте. По деньгам, посмотрите. Это 600 плюс 200. Ну в общем, очень много. Сейчас Дайер получили. Я думаю, даже на графике это очень сильно сказалось. Посмотрите, как он упал в 2 раза. Даже больше. Берет себе фейт брошь. Дальше делать БКБ. Давайте уже переключимся на ценность. 5800. Даже этот фит не помешал ему. И не сместил его с первой позиции. На втором месте у нас Лего 5500. И там же и Эмбер 5 350. Сильного преимущества нету. Меньше 1000. Все как я люблю. Особо без перевеса. Пока что. По крайней мере. Что будет дальше? Посмотрим. Летит вниз. Потому что здесь драка. А Блассикер с Раптурой надо реализовать. Свой ультимейт. Дает Бэтрайдера. Бэтрайдер. Нажал Лассо. И ТПаутри. У него самое главное. Получилось улететь. Спасает себя. Гениальный мув от Бэтрайдера. Ну как гениальный. Ничего сверх естественного он не сделал. Но просто реакция. Дать Лассо и сразу незамедлительно ТПшку активировать. Это достойно похвалы. И собственно он себя спасает. В итоге забрали Лего. 600 золота. А Дайр заработали. А Рейдент остались ни с чем. Подформил крипов. Опять улетает наверх. Уже какой раз он туда улетает. Потому что здесь Бэтрайдер. Бэтрайдер пачка подходит. И безопасно он может ее забрать. Потому что вот скопление вражеских героев снизу. В меду виднеется. А значит сверху он максимально безопасно находится. По крайней мере на данный момент. Пока к Блассикеру не стянулись. Учитывая что Т1 вышки нету. Быстрые телепорты сделать не получится. И Блотикер сумеет убежать. В случае чего. Сейчас уже на самом деле опасно. Здесь оставаться одному. Потому что на лайне он показался. И была бы целью Дайр. И к нему бы уже смогли. Сместиться с Бэтрайдером, с Лассо. Хотя Лассо в кулдауне. Еще находится. Потому что недавно он его давал. Чтобы себя спасти. Блотикер здесь подфармивает. Довольно удачно. Крипов отводит. Почему? Чтобы ближе вражеские крипы подошли к его вышке. Чтобы он себя чувствовал безопаснее. Очень грамотно тоже фармит. Когда не может чувствовать себя 100% безопасностью. Вот таким образом он эту безопасность увеличивает. Вбивает Блотикера. Раптуру хочет дать. Кидывает на него щит. Так и не дал Раптуру Бэтрайдера. Как хотел. Десятый уровень. Правый талант. 25к. Скорость атаки от Блотрейджа. По раскачке Блотрейдж. У нас уже замакшен. Пассивка как была вкачана в 3. Так она и осталась. И Блотрейд он не берет. Пока что. Фармится БКБшка. Счет 10-10. Кстати Дайра вперед выходит по золоту. Эмбер убивает Вейномантера. В двойке. Там еще и Праймал убегает. Да, но он уже убежал. Его точно не споймают. А Блотикер уже в своем лесу. Продолжает фармить. Потому что нужно ему удерживать. Первое место по Нетворсу. Ну скажем. Просто. Темп не сбавлять. Потому что у него пока что идет все замечательно. Подрезали Курьера. В очередной раз. Но это не так сильно повлияет на тайминг БКБшки. Она как раз появится когда Курьер и возродится. Поэтому сильно это не помешает. Так. Ну что. Пока что затишье. Рейдиан собирается снизу втроем. Но я не думаю, что они пойдут пушить. Скорее они ждут. Чтобы на линии кто-то показался. И его принять. Под раптуру реализовать. А вот. Вот и цель. А вот и еще одна цель. Прыгает с дерева. Манки Кинг. Рядом Бэтрайдер. Лучше бы если бы это был один герой. Так бы они вот 100% забрали. А вот. Бэтрайдера с Манки Кингом. Они уже сами боятся. Тут еще и Мирана. В общем. Решили отойти. Хотя сами подготовились для драки. Если к ним стянется еще Легионка. Тогда они готовы подраться. Так. Надо 12 уровень. Чтобы прокачать ульту. В двоечку. Ну и уже со второй раптурой можно идти. ТП применяет на Т2. Чтобы быстрее. Успеть отвести наверное. Древних. Либо зафармить их до того. Как они зареспавнятся. Дает РСПЛ. Да. Отводит. Так он их не успевал забрать. И тем самым. Он как бы потратил деньги на ТПшку. ТПшка у нас как бы не дешевая. 100 золота. Но он окупает. Окупает за счет того. Что. Фармит дополнительные 2 пачки. Ну и помимо золота. Он получает еще и опыт. Так. Грызается в Манки Кинга. Хорошо. Убивают его. Во многом зарешал стан. Таском. Но тем не менее. Драка в минус. У Рейдент. Трое. Погибших. У Дайр. Пока что. Ну только Манки Кинг. Такой размен. Конечно. Никого не устраивает. Из Камады Рейдент. Посмотрите. 1600 против 140. Еще и опыта много Дайр. Заработали. БКБшка. Блатикер улетит. Ульта в 2 вкачана. Мудрость. Ну забрали наверное. Отводит пачку. Отрыв. Все равно у Блатикера. Вот 10 тысяч Нитворс. У Дайр. 3000 перевес. Но Блатикер. Уверенно держится на первом месте. Смотрите. Кстати. Шансы на победу. Уже 65 у Дайр. В Рейдент всего 36%. А в начале шли так хорошо. Прям вообще. 70% было. Первые минуты. Но. Дота. Такая игра. Когда камбэки. Случаются. По несколько раз за игру. Это. Это мне нет ничего удивительного. Берет себя. Нейтрал ком. 2-го разряда. Именно стрелы. Нафармивает. Стакнутые. Компы. И после того. Как у него появилась. БКБшка. Он. Мелоншторм апает. В Мьелнер. Будет апать. В Мьелнер. Так. Эмбер. Таск прыгает. Хорошо. Но не успел. Не успел вкатиться со сноуболом. Как раз таки. Чтобы Блассикер успел в этот момент дать Раптуру. Праймал ловит стрелу. Эмбер подошел. Словил Раптуру. И нам Майнсер взрывает. И в итоге. Отличный байт получился на Праймала. Лучше бы Мирана наверное не давала эту стрелу. Так бы и Эмбер не подошел. Но. Что случилось. То случилось. Смотрите. Как же много денег получили. 1200 золота. Грубо говоря. За один фраг. Это очень круто. Еще и дофига опыта. Ну и сбили. Стрик. Из. Какие там убийства. Из шести убийств. В общем серьезные. Лучше бы конечно Блассикер получил фраг. Ну и Венику тоже деньги пригодятся. Так. Есть 2000 на Гипперстоун. Так. Рядом. Манки Кинг. Блассикер этого не знал. Это я. Это мы с вами видели на карте. Прижимает БКБшку и убегает. Ну вот. Очень не зря он собрал ее. Сейчас. Спасает себе жизнь. Этим артефактам. Нужно. Правда. ХП отхилить. С этим проблем нету. У Блассикера. Обычно никогда. Сейчас быстро он отожрется. Ну ладно. Не очень быстро. Ол ХП только восстановил. Заметно у него скорость атаки. Ускорилась с Гипперстоун. Ну и с Мьолниром вообще будет замечательно. А после Мьолнира вопрос что будет делать. Скитера в этой игре. Загадывать не будем. Тем не менее. Дайер 4000 ведут. Шансы наверное. Растут. 67. Я имею ввиду на победу с Дайера. Так. Все. Блассикер восстановился. В Минду вроде как драка. Но она. Началась. И сразу закончилась. 15 уровень получает. Берет правый талант. 8% от здоровья. К урону от Раптуры. После Мьолнира огоним шард. Добавил он фастбай. Снова затишье. Такая спокойная игра. У нас сегодня. Отдохнем от супер экшена. Которая обычно. Происходит. В общем он в рейсбенд. Вот мне сейчас. Прям. Режет глаз. В рейсбенд у нас. Фастбай. Мне кажется он просто мискликнул. Значит зачем собирать. На 21 минуте. Второй в рейсбенд. Ну. Это странно. Это 100% миск. Но если он его соберет. Ладно. В чем я сомневаюсь. Нет. Он его реально купил. Зачем? Вот это я не понял. В чем прикол? Ладно. Все таки скиттер. Не нам его судить. Каждого сборки индивидуальные. У кого-то вообще новые. Меты придумываются. Но он покупает второй в рейсбенд. На 21 минуте. Зато сейчас нету лишних слотов. Свободных слотов я имею ввиду. Рейдинг теряет веномантера. 15 секунд надо было его подождать. Пока драться не стоит. Тем более у веника ульта есть. С маки. Но идут без веномантера. Да и без праймалбиста. Которая вообще снизу. Диага прожимает в мейл. Хорошо. Дуэль выигрывает. Довольно быстро. Главную опасность в виде эмбера они ликвидировали. Не смогли сбить телепорт манки кингу. Потому что если бы сбили. То это был вообще замечательный выход. Минус 3. А так. Ну забрали мирану. Забрали эмбера. В любом случае полторы тысячи отбили за своего веника. Которого до файта убивают. Если бы сбили тпшку было бы вообще замечательно. Какой счет у манки кинга. Давайте посмотрим. 3.6. Ну-ка ладно. Счет у него довольно скромный. Но в любом случае не помешало бы. Преимущество врага постепенно уменьшают. Было 4 тысячи. Осталось 2. Еще одна драка. И выйдут вообще в ноль. Будет хорошо. Шарт ему приезжает. Улучшает блатрейдж. Так. Убивают легионку. Под басон. Блаттикер здесь видит эмбера. Но он не планирует на него нападать. Потому что здесь. Происходит другая драка. Дает раптуру в Свена. Свен гонится за веномайтером. Убивает его. Даже несмотря на раптуру. Он этот урон не сильно чувствует. Прыгает таск. Хорошо. Сделал фраг. Праймал. Бэтрайдер пытался спастись на хайграунде. Но и там его добивают. Добивают Мирано. У Дайра остается только Эмбер. Рейден пока что потеряли троих. Блаттикер делает паут. Чтобы спастись. Отригениться. И закупиться. Вряд ли бы Эмбера не поймали. Поэтому наверное. И хорошо что он отошел. Хотя с другой стороны он бы там и не погиб. Эмбер его не стал бы забирать соло. А вот. Ладно. Хорошо. Чисто за ульт. У Праймала получилось забрать Эмбера. И в итоге. 800 золота на одного он получил. Замечательно. Как я и сказал. Еще одна драка. И преимущество у нас уже в нуле. Собственно график нам об этом и говорит. Ну там осталось буквально пару сотен золота. Теперь остается. Заработать собственное преимущество. Да и надо бы начать как-то пушить. Ой зря Праймал остался. Сделал хороший фраг. А в итоге. Подарил врагам еще больше чем сам заработал. Если он получил соло 800 золота. То за него дают 1000. И это уже конечно очень плохо. Праймал у нас если что стоял в миду. Вдруг. Просто напоминаю. Ну потому что Праймал как правило. В миду редко стоит. Поэтому вдруг забыли. Кажется как будто бы это курьеры. За счет того что у них такая анимация активная. Но нет это варды веника. Но выглядит как будто два курьера одинаковых. Если бы не их время заканчивающее. Которое заканчивается. Так делай. Теперь гоним скипетр. Огракс уже у него есть. Так принимают Бетрайдера. Но не так легко его забрать. Все таки герои жирные. В данном случае. Лего дает дуэль. Дуэль получилось выиграть. Хорошо. Раптура в Эмбера. Он на ней улетает. На ремнанте. В ремнанте он естественно урон не получает. Поэтому. Фулл хп у него не закончилось. От такого полета. 16700 нетворс. До сих пор первое место. И что удивительно. У Дайер до сих пор преимущество. В чем оно заключается. Ну. Можно посмотреть. Видите. Блассикер первый. Мы уже запомнили. А потом идет целых три героя вражеских. Вот. В них все преимущество. И находится. Герои Рейдент. Именно не дофармливают. Остальные помимо Блассикера. Есть Рошан. Я думаю что. Рейдент там. Имеет смысл его забрать. Правда после файта. Потому что. У Дайер такой пик. Что он очень хорошо. Подготовлен для врыва в Рошпит. Забрали Таска. Ну 40 секунд. Рейдент. Лучше не драться. Возможно сейчас сами Дайер пойдут. И заберут Рошу. Он как раз сверху. Им удобнее. Сверху. Потому что. Ночь. Кстати. Кто вдруг. Не знал. Я по крайней мере. Только сегодня. Прочитал эту новость. Что. Команда. Которая убивает. Рошана. У нее. Активируется. Все. Смотрители. Вот эти вот. Соответственно. С их стороны. Забавный. Такой факт. Я по крайней мере. Его пропустил. Если. Хотите. Получать. Новости. Доты. Буквально. Самыми первыми. То можете. На мою телегу. Подписаться. Где как раз таки. Я новости. Публикую. По ссылке. В описании. Там. Будет ссылка. На мой телеграм. Никакой. Никакого спама. Только. Годный. Контент. Двадцатый уровень. Левый талант прокачивает. Пятнадцать процентов. К вампиризму. С заклинаниями. Он получает. И дальше. Будет делать себе. Скулбашер. Так. Принимают. Здесь. Блотикера. Прыгает. На него. Манки Кинг. Но. Очень. Вовремя. Оказывается. Праймал. Который. И спасает. Блотикера. Забирает. Манки Кинга. Свена. Мирану. И. Бэтрайдера. Потеряв. Всего. Лишь. Таска. Сразу. Понимают. Что. Нужно. Действовать. И. Идут. Нарошана. Время. У них. Есть. Для этого. Давайте. Посмотрим. Сколько. Урона. У. Легион. Легион. 112. Не. Очень. Много. Я. Думал. Побольше. Но. Нормально. Время. Еще. Есть. Раскачался. Вкладывает. Фресбент. Один. Убирает. Айегис. Так. А вот Эмбер. Не получилось. Зацепить его. Прилетел. И улетел. Тут же. Можем. Видно его на карте. В двойке. Там как раз вард стоит. Рэйдент. Не побегут его принимать. Вместо этого. Они сейчас. Сломают вышку. Казалось бы. Что у Рэйдент. Пик такой. Под пуш. Вроде как заточен. За счет веника. Но. С постройками. Проблемы. Снесли только. Т1. В миду. И сверху. Еще. Тридцатая минута. Т2. До сих пор. Все стоят. За счет. Того. Что. Как раз таки. На протяжении. Все игры. Преимущество было. У Дайра. И они. Чувствовали себя. Уверенно. Свою карту. Не отдавали. Свою часть карты. Так. Проблемы. У веника. Могут быть. Но. Как то. Его. Особо. Не фокусят. Вместо этого. Дорака. Между. Сведом. И Манки Кингом. Которые. Отправились. В таверну. Убивает их. Блад Сикер. Убивают. Еще Бэтрайдера. Веника. Все таки. Добили. Очередная. Драка в плюс. Так хорошо. Дайр начали. И начинает рассыпаться. Один за одним. Буквально. Тридцатая минута. Вот на ней сейчас. И упадет. Первая. Это два. Вышка. Я думаю. Что. Пойдут дальше. Тридцатая минута. Радиант. Тридцать пять секунд. Еще есть. Плюс. Бэтрайдера. Нету. Да и. Пока у них. Все хорошо. Почему бы. Не продолжить. Реализовывать. Аегис. Скулбашер появился. Бегает с паладинсвордом. Две тысячи в запасе. Пока что. Пикбайн ничего не намечается. Что же. Еще он возьмет себе. Пока что думает. Что ему лучше купить. На хайграунд решили не заходить. Вместо этого. Перешли в мид. И там сломают и два. Так. Определился он со следующим артефактом. Он будет скулбашер в Эбисол. Грейдить. Да. Эль забираю терзателя. Кстати у Рейдиант он стоит. Да. Стоит. Его. Вроде как ни разу не забрали. В этой игре. Единственный шард. У Блотикера. Он его сам купил. Всем на терзателя все равно походу. Хотя ничего не мешало их забрать. Его забрать. Просто. Недостаточно. Командно. Рейдиант играли. Центральная башня сил. Вот и не смогли собраться. Так. Такой неожиданный заход на хайграунд. Вроде Дайр не в таверне. А где они? Они идут как будто бы сами пушить. Вот Эмбер вернулся. Вернулся на базу. Понимает что нужно защищаться. Эбисал прилетает Блотикеру. Вот сейчас очень опасно Эмберу будет подставиться. Получить стан. Урона много. За время действия стана он погибнет. Горяет не всего. Тратит глиф последний. Стрела. Он не собирался от нее уворачиваться. Просто дал под себя второй спелл. Чтобы к нему не подходили. Петрайдер. Дает раптуру в Свена. Очень грамотно. Тем самым не дав ему подбежать к остальным героям. Он только на себя ультимейт повесил. И тут же его Блотикер останавливает. Ловит стрелу от Мираны. Нужно добить барак. И можно отходить. Барак и сам догорит. Тут ворды. Добили барак. Но не отходят. Они идут дальше. Идут наверх. В Дайер нет Свена. Сейчас они довольно слабые. Урона нету у них. Райдер. Тверилл Файерфлайт. Тут же в него влетает Праймал. Эмбер пытается откидываться способностями. Но у него это получается очень плохо. Потеряли они вторую сторону. Но снизу это два. Поэтому идут на нижний лайн. Вместо того, чтобы сразу мега крипов сделать. Если бы они до этого спушили вышку. 3 600 нетворс. У скитера. Продает он этот в райсбент. Наконец там. И будет делать линку. Линку против лассо. В первую очередь. Да и она у него уже практически собрана. Немного не хватило. Ну и скоро будет талант на 25. Начинают ломать последнюю вышку. Последнюю сторону я имею ввиду. Вышка-то еще не последняя. Про Т4 не забываем. Рецепт к нему летит. Шарт есть. Агоним есть. В общем. Полностью он собран. Единственное фейза можно заменить. Например на МКБшку. Либо Беттерфляй. В зависимости от ситуации. Хорошо. Приняли. Макаку. Выиграли дуэль. 216. Ну вот урона уже. Побольше. Становится. Пока команда фанится уже возле фонтана. Тем самым зонит. Врагов от властикера он. Пушит. Хорошо. Вновь Свен ничего не смог сделать. Потому что под раптурой. Ему очень больно передвигаться. Чтоб кого-то он мог бить. Ему для этого нужно передвигаться. И на 36 минуте. Скитер заканчивает игру. С итоговым счетом 15.1.9. Сейчас я покажу таблицу. И на этом у нас ролик подходит к концу. Видим мы 29 тысяч ценностей. Очень много. Итоговая сборка. 404 добитых крипа. 830 золота в минуту. 906 опыта в минуту. 29 тысяч по героям нанес. 16 тысяч по постройкам. И его скилл билд. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.